Игнать Тихонович, что-то такое дело, родители говорят, что я крещён, но я не знаю, крещён ли я погружением, и крещён ли я за деньги, не за деньги, симонии, не симонии, я не знаю. Вот в чём дело, что я как бы был крещён в детстве, и мать с отцом говорит, что я крещён полным погружением, но мне Вячеслав говорил, что если за это таинство было плачено деньги, оно недействительно, и произносились ли слова отрицательства сатаны, они у меня неверующие, вот в чём дело, я не знаю, как я был крещён погружением, я этого не знаю. Ну ты не повторяй одно и то же. Так, подожди, ты уже дважды повторил это. Не знаешь, 6-й Вселенский Собор, 84-е правило говорит, не мало, не сомневаясь, крестись. Да не будешь ли я лишён такой благодати. Мать неверующая что-то сказала. У нас одному говорили, ну он Николай Астахов, ну а потом пошёл к тому священнику, он говорит, в каком году, он говорит, в таком-то. Да ну нас в купеле даже не было. И оказалось, что всё было обман, но он приехал, принял крещение. А тот сказала, мало что сказала она. Какие у неё доказательства, с кем она была, тем более неверующая. Так что немало не сомневайся. У меня есть свидетельство о крещении, но я не знаю, погружением ли я крещён. Вот всё, вопрос, раз не был погружён, значит ещё и не было. То есть я оглашённый, считаю? Конечно. Ну, знаете, в чём ещё проблема? В наших церквах везде деньги берут за крещение. Абсолютно нигде бесплатно не крестят. Ну вот ещё второе доказательство, сверху покрышка железная, что ничего не было, пустой. Ну пустой просто, пустой чан был. Это симония, проклятие. Вот сейчас у меня тут Андрей просится позвонить. Всё, вопрос решён с тобой, готовься. 7 июля у нас будет крещение в озере. Свячеславову говори, давай изучай всё как следует, и с ним приедешь. Да, это хорошо. Всё, с Богом. С Богом. Аллилуйя. Аллилуйя.